Программа выходит при поддержке администрации Псковской области. С первых петухов и до вечерней зари кипит жизнь на селе. Сохраняя традиции в ногу со временем и новыми технологиями, проявляя инициативу при поддержке государства, сельхозпредприятия, фермеры и крестьянские хозяйства Псковской области, в эфире Радио России презентуют свой «Фактор роста». Приветствую всех, кому интересна жизнь фермерских хозяйств нашего региона. Сегодня я, Дина Добрешут, расскажу еще одну историю любви к своей земле. История эта только начинается, а разворачивается она в Наржевском районе, в деревне Жадрицы. Буквально этим летом местный житель Вадим Афанасьев стал настоящим фермером. Произошло это для него почти случайно. Идея пришла как-то неожиданно, можно сказать. Всегда я не очень был доволен, что дают деньги фермерам, а хозяйство, СПК, как-то немножко кидают. К Роману в очередной раз приехал и переговорили. Я говорю, нет никакой программы, чтобы СПК, что-то как фермеры. Он говорит, нет ничего, пока Москва ничего не дает. Что-то бегаешь, а для себя не постараешься, что открой какое-нибудь дело свое-то чего. Я говорю, да мне некогда. Я в Агростартап такая программа есть. Можно руководителем работать, можно и фермерсом. Я пришел, мне рассказали, что надо подготовить бизнес-план, план расхода и все прочее, чем будете заниматься. Ну, как пчел немножко там держал, около десятка дом знаком с этим делом, пчеловодством. Овцеводство, овец, как говорится, с детства родители держали и сам, и все постоянно. Ну, коров, конечно, есть. Ну, так подумал, подумал. И два направления вот этих выбрал, самое более-менее. Он подготовил бизнес-план, план расходов, выставил на комиссии. Ну, не рассчитывал, что ребята толковые там все выступали. А потом звонит, поздравляют, так и так, выиграли. В Жадрицах Вадим Григорьевич родился и прожил всю свою жизнь. Недалеко от его дома расположен дом его родителей. И с самого детства фермер знаком с сельской жизнью не понаслышке, в том числе и с пчеловодством. Теперь же на средства гранта Вадим Афанасьев купил себе породистых пчел. Породу выбрал карнику. Говорит, что она развивается лучше нашей среднерусской пчелы. Также понадобилось купить домики для пчел, приспособления для вывода маток и медогонку. Все это стоит на хозяйстве всего пару месяцев. А первое урожай меда фермер уже снимает. Своим выбором доволен. Пчел купил породы карника. Вот рассчитывал, что, как это, по рекламе они мироволюбивые. Но они не очень мироволюбивые. Кусаются так же, как и наши. Но домики лысоневские купил, польские. Ну, в Вологде производство легкие. Как сказать, уже не молодую сделаю, кстати. Поднимать полегче будет. Ну и, конечно, деревянные-то наши такие. Это башкирские вот эти, которые покоричневые. Башкорстастана привезли, проваренные в парафине. Но что-то неудачно, 7 раев с них слетело у меня. Вы понимаете, сажаю и в подвале держу в холоде. Ну, расплод не пробовал, конечно, ставить надо было. А другие, вот этот вот, например, вот рядом, да, посадил, то я сразу пена по стиральной прижилась. Как говорится, пластмасса, ну, пчелы любят. Ну, свои старенькие вот эти домики, это давно уже. А эти где-то в начале июня вот привезли мне 30 семей. 30 пчелопакетов купил по 4 тысячи. По 4,5 были, ну, что побольше. И рамки закупил с гужом, что, говорится, на больше, чем на 100 тысяч, и сразу по 4 тысячи скидки. Пошгору храи покупал по 1,5 тысячи, пробовал сажать. Ну, не очень удачно, но некоторые приживаются. Вот так. В одном пчелином домике 12 рамок с медом. Всего у фермера сейчас 43 домика, 43 пчелосемьи. С одной рамки можно снять несколько килограммов меда. Вадим Григорьевич рассказывает, что мало закупить животных, посетить магазин пчеловода и докупить там оборудование. Успех качественного меда и его количество зависит и от местности. Важно, чтобы недалеко от пчелиных домиков был недосбор, место, где пчелы будут собирать пыльцу. Ну, и, конечно, хорошая погода играет не последнюю роль в успешном пчеловодстве. Зима и осень для пчел – время отдыха, но не для фермера. Ему время делать рамки, ремонтировать и мастерить домики. А вот весной начинается работа. Ну, конечно, подкармливать надо, смотреть, там, влажность. В этом году тепло такая, зима, да, влаги. Вот у меня 5 семей погибло, тоже недосмотра. Слабенькая, надо было объединить. Я одно объединил и понадеялся, что нормальная и слабоватая. Всегда зимует хорошо сильная семья. И когда много корма. Холода она не боится, ничего не боится. Она только боится влаги и бескормится. С осени сейчас мода такая, правильно-неправильно. Я в этом году скормил 150 килограмм сахара. То есть сироп делаешь, и в пакеты такие целлофаны их наливаешь, их там раскладываешь, они потом переносят. Вроде бы это хорошо считается. Пролечивать пчел надо обязательно, пластинки ставить, бипиновым обрабатывать осенью. От клеща ворового. Они пиваются и сосут его пчелку. Крылья подрезают вот так. Не пролечишь, а не загибнет пчела. Вадим Афанасьев не стесняется делиться своими секретами ухода за пчелами. Говорит, что обмениваться опытом правильно. Почти все знания, что у него есть, он почерпнул из книг и интернета. С последним, уверен, надо быть осторожнее. Но совсем пренебрегать не стоит. Искать больше информации о пчеловодстве фермеру понадобилось, когда получил грант. Небольшой опыт ведения жужащего хозяйства был и раньше. Пчелы, говорит, роились, но некогда было ими всерьез заниматься. А теперь, что называется, время пришло. Вадим Григорьевич с удовольствием занимается своим делом и успевает пообщаться с единомышленниками. Езжу по ребятам, смотрел, как что. Зимой тут на такой сетке удивился. Как раз морозится такое было. Посмотришь, открываешь через пленку, и видно земля через сетку. Она там клупая, а здесь сидят, все нормально, удивительно. А мы утепляли же такой толщиной домик 150, чтобы было сантиметров сотого. Вот, а теперь по-другому все. Зимы-то, конечно, разные, но со многими говорил, со многими делился, на многие места ездил. А вы знали, как измеряется количество пчел в хозяйстве? Оказывается, не штуками, а килограммами. Хороший рой весит до пяти килограммов, а средний примерно два. Не могла не спросить у Вадима Григорьевича, боится ли он пчел. Оказалось, что не боится. Правда, и технику безопасности соблюдать порой не торопится. Еще уже привык. Бывает, кусят от 15 до двух штук. Всегда. Ну, я такой же метной, не очень такой пчеловодный. Он должен быть аккуратный. Я без маски могу прибечь, рой без маски могу снять. Ну, потом за маской, когда после трех штук бегу за маской. А так все, бегом. Ну, вот в маске, вот видите, березка, вот в лестнице. Вот туда они, бывает, садятся. Попробуйте залезть на шестом десятке. И вот лазить приходится. Думаете, дело в беспечности Вадима Афанасьева? А вот и нет. Фермер не только ведет личное подсобное хозяйство, но и работает в местном колхозе. Совмещать удается. Пока удается. Но на следующий год, признается мужчина, может быть сложнее. Это сейчас молодые пчелиные семьи работают сами. Роятся себе в ульях и делают мед. А новый сезон пока впереди. И в конце концов, надо еще зиму пережить. А она в наших широтах вообще непредсказуемая. Сейчас фермер справляется своими силами, но уже задумывается о помощнике. Пчелиные помогают. Сам работаю. Супруга у меня работящая, молодец, помогает. Ну, с челами, конечно, никто не помогает. Все боятся так сам. А все остальное, да. Наемных рабочих не очень. Был один, ну, тогда сюда. Сапочки, свояк у меня работящий приезжает, всегда помогает. Каждый выходной здесь у меня все работает. В общем, пчелиное дело в жадрицах в самом разгаре. Ему еще развиваться и развиваться. Что радует и фермера, и нас, рынок сбыта налажен. Но что будет потом, неизвестно. Объемы продукции пока непредсказуемы, говорит Вадим Афанасьев. С медом, конечно, проблемы. Меда, рынок насыщенный, качественный, его не очень много. Вот, я хочу предложить, чтобы тоже, как и молоко, на анализ, на пробу, и потом уже в торговой сети происходило. А так, поэтому. Мед-то, он очень полезный, на самом деле, продукт. И прочие производства, и перга, и прополис, и все прочее. Настойка для растирания. Даже с 15-го самолоского давал ребятам там знакомый прополис. Ну, все. Вот. Ну, есть. В Питер там немножко точки, ребята знакомые сдают. Готовы там предложить, немножко подвинуться. Если там большое количество будет, если все нормально пойдет, да, то, может, будут и трудности. Часть пчелиных домов Вадим Афанасьев разместил рядом со своим участком. Еще несколько, немного дальше. Говорит, что со временем и другие перенесет сюда. Причину тому соседи. Пока на пчел они не жаловались, но лучше все-таки обезопасить и себя, и других. Фактор роста. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok